Нами были уже задержаны российские военнослужащие, неоднократно не менее 15 российских военнослужащих, которые признали, что они военнослужащие Российской Федерации. Но впервые задержаны люди, скажем, вина которых в убийстве украинского военнослужащего очевидна. Даже в этом интервью Ерофеев признает, что это его винтовка. Из этой винтовки были произведены выстрелы, которыми был убит Вадим Пугачев. Эта винтовка не продается ни в каких охотничьих магазинах, это специальное оружие только на вооружении диверсионных подразделений Российской Федерации. В Украине его нет. Вина Ерофеева в убийстве, она практически очевидна, однозначно, он сам признал, что это его оружие. Выстрелы были произведены, оружие Александрова забрали. Говорит он об этом, потому что не знает, что будет говорить Александров, какие он дал показания. Поэтому здесь вина в убийстве, причастность абсолютно очевидна. Организованная преступная группа, которая совершила убийство военнослужащих и совершила покушение на убийство других военнослужащих. Поэтому выдавать его ни в коем случае нельзя. Он вынужден будет давать все показания по своей причастности к вооруженным силам Российской Федерации. То, что он сейчас говорит, я уверен, что ему после выдвижения обвинений придется серьезно пересмотреть. Для него единственная возможная линия защиты, это наоборот показать, что он выполнял исключительно приказы командования, взаимодействовал с ДНР, ЛНР. И они специально об этом, они сразу признали, что они русские военные, именно потому что боялись, что в отместку за убийство Пугачева их там на месте расстреляют. Сейчас они говорят об этом, потому что понимая очевидность улик, а для них это вообще единственная линия защиты и возможность вообще не получить максимальный срок. Поэтому, естественно, для Украины это не просто возможность, это обязанность. Мы не можем вести никакой речи об обмене именно вот этих двух людей, потому что мы не можем выдавать убийц. Да, они обязаны получить здесь по полной катушке срок, и они обязаны рассказать, и они это обязательно расскажут после выдвижения обвинений, всю причастность, кто давал приказ, почему, что они действительно принимали участие в боевых действиях. Опять-таки, из его рассказа очевидно полностью взаимодействие с ДНР, ЛНР, поскольку они длительное время работали в Луганске. Огонь минометной батареи был наведен по нашему опорному пункту, по данным, которые передавала эта группа. Поэтому здесь полный букет, и это будет показательный пример российской агрессии против Украины. И я уверен, что это только начало. После предъявления обвинений я уверен, что он даст еще более подробную информацию о том, что делает российская армия, какие действия она здесь проводит в Украине.